Существуют разные версии, почему город назван именно Жодино. Кто-то говорит, что здесь был генерал Жодино, который основал этот город во время Наполеоновской войны. Кто-то говорит, что давным-давно на здешней мельнице работал человек непонятной национальности, но все его почему-то называли Жодом или Жадиной. Отсюда и прошло название Жодино, Жодино, Жодино. Ну а самая красивая версия, это то, что город назвали в честь девушки, у которой был брат, брату пришлось идти на войну, и когда она его провожала, то плакала горькими слезами. Так много плакала, что появилась целая река. Реку назвали Жодино, а потом здесь вырос и прекрасный, замечательный город. Ну и еще, конечно же, Жодино славится своими карьерными самосвалами, которые тут уже собирают на протяжении многих лет, в честь которого, кстати, и назван клуб Торпедо Белас и Жодино, что немаловажно. Вот бы на таком покататься. Налево пойдешь, в хозяйскую раздевалку попадешь. Направо пойдешь, в гостевую раздевалку попадешь. Прямо пойдешь, на поле попадешь. Ворота пока лежат отдельно от поля и ждут своего часа. Уникальная технология, нигде на других стадионах такого я еще не видел. Сейчас поднимаемся на гостевой фан-сектор и посмотрим, что же увидят наши болельщики. Фух, устало. Стоит отметить, что стадион развивается. Помимо новой трибуны, разведены были мачты освещения, искусственное поле, которое там, и такой воздухоопорный манеж. Мало кто знает, что в нем внутри. А вот, пожалуйста, раньше здесь были раздевалки, сейчас они используются как резервные. И что совсем удивительно, для телевидения была сделана вот такая вот вышка. Поскольку сегодня телевидения нету, можно постоять и полюбоваться. Ощущаю себя каким-то королем или, может быть, капитаном корабля. Куда бежим? Мы обтолгуемся. Пожалуйста, бежим. Поможите, передавайте привет. А вы на какой дистанции бегаете? Мы прыгаем. Какой дистанции вы бегаете? Кторую давайте. Тысяча метров. Где еще? Нет, на кросс сегодня. Выиграл и кросс. Фу, я устав. Все, бежите дальше. Почему ты идешь без шапки, а я иду без шапки? Потому что я родился в Норильске. Там всегда было минус 40. Такой горячий, закаленный парень. Чего ты никогда не рассказал? Врачи ему хвастаться. Сейчас мы идем на спортивный городок. Покажем вам мастер-класс с легендарным человеком. Поганыш. Привет. Привет, камера. Солнце. Пока голова не закружилась. В следующем канале Юра будет тошнить за углом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Скоро будем на стадионе. Юра, ты устал? В Жодина нас ждут вкусные пирожки. С картошкой говорят. Ну очень вкусно. Не, а вот и за что любишь Жодина? Я люблю Жодина ни за что. Я не люблю Жодина. В этом городе мы проиграли финал Кубка в 2013 году, и, к сожалению, этот город я не могу видеть после того финала. Вообще с этим стадионом у нас многое связано. Болельщики со стажем наверняка помнят заключительный матч 2010 года. Бронзовый матч 2012 года. Или финал Кубка в 2013 году. За что ты любишь, Владимир? Живание красивое. Пирожки вкусные. Белазы большие. Гордость белорусского автопрома. Ну, люди хорошие здесь. Хотя бы одного пресс-секретаря Жодинского Торпедо. Его просто невозможно не любить. Молодец, что да, так, молодцы! Не так давно в городе Жодино появился новый спортивный купол возле стадиона Торпедо. Как вы думаете, что бы это могло быть? Здесь находится хоккейная площадка. Но на самом деле это тоже хорошо, то, что хоккей развивается. И кто знает, может быть скоро в Жодино появится свой Сергей или Андрей Костицын или Михаил Гробовский. Почему нет? Нам как бы на футбол уже пора идти. Поэтому мы пойдем. Конечно, никто не ожидал простой игры. Но, пожалуй, результат не совсем соответствует содержанию. Динамо атаковало больше, а Торпедо дождало своего шанса и удачно его реализовало еще и в самой концовке встречи. Так что времени спасти ситуацию у наших парней почти не было. Отдельным пунктом выделим два спорных эпизода и пусть каждый решит для себя, были в них нарушения или нет. Но надо двигаться дальше, ведь уже в субботу нас ждет домашний матч. А это лучший шанс доказать, что досадное поражение в Жодино было случайностью.